Музыка Участники эстрадно-духового оркестра, хореографических коллективов и фольклорных ансамблей в Сходненской детской школе искусств провели отчетный концерт, приуроченный ко Дню космонавтики. Юные артисты и музыканты презентовали свои самые лучшие работы за год. Среди зрителей родные юных артистов, педагоги, а также члены движения «Химке интересно жить» Владислав Мирзонов, Александр Якушин, Сергей Муханов и Марина Гаврилова. Общественники вручили преподавателям школы благодарственные письма за добросовестный труд и поздравили ребят с праздником. От администрации, от здравоохранения, от всех медицинских работников в нашей больнице поздравить вас с праздником, который вы организовали сегодня. И сегодня молодые исполнители делают свой первый шаг, как когда-то Юрий Алексеевич Гагарин, только шаг в большое будущее, будущее искусства, будущее жизни. Сегодня они маленькие герои, преодолевая себя. Чтобы молодежь наша была похожа на тех людей, которые всю свою жизнь сделали подвигом, мужеством, примером доблести. Сергей Муханов отметил педагогический талант, мастерство, энергичность и преданность любимому делу преподавательского состава. Благодарю тех педагогов, весь коллектив детской школы искусств «Микроэн Исходни» за то, что эти люди творятся своими учениками. И более приятно то, что эти выпускники возвращаются в эту школу и работают на благо городского округа Химки. Сегодня члены движения «Химки. Интересно жить» встречаются с трудовыми и творческими коллективами, чтобы зафиксировать все инициативы и представить их для дальнейшего голосования. По словам Марины Гавриловой, у творческих людей тоже были свои пожелания. Все предложения будут собраны на сайте. Очередность воплощения инициатив в жизнь определят химчане путем голосования. От творческих коллективов поступили предложения, чтобы расширить детскую школу искусства, построить филиал дополнительный или, возможно, выделить дополнительное помещение. Так как на сегодняшний день огромное количество желающих, дети хотят заниматься вокалом, изучением музыкальных инструментов. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наши дети росли творческими и развивались. Сейчас в Сходнинской детской школе искусств занимаются более 150 юных артистов. Субтитры создавал DimaTorzok